Да, Евгений, расскажите, сейчас вместе с сотрудниками ГИМС по базе сверили номера, что конкретно удалось установить? Удалось установить то, что один из котировок был снят с учета, то есть налог за него не уплачивается, можно сделать выводы, поскольку не на кого налог будет записывать. Ну, опять же, мы должны делать ставку на то, что мы проверили малобюджетные базы, и в основном в настоящий момент, в чем проблема проведения данного мероприятия, то, что все ветераны находятся в чеклах, и увидеть их бытовой номер не достается возможным, только те, которые открыты. Ну, в целом, в принципе, мы также продолжим проводить данные мероприятия. Следующее, я надеюсь, то, что под предводительством Александра Савомыча Ландо пройдет, и возьмем более серьезные лодочные базы, на которых вставляются дорогие тираны зарубежные, то есть, чтобы примерно обладать информацией, действительно, они соблюдают закон, либо нарушают. А сколько всего номеров проверили? Всего проверили 10 номеров. А это из вот, из тех баз? То, что фотографировали на базах, то пробили. Вот один не зарегистрировал? Да. Снят, вернее, с учетом. Снят с учетом. А то, что касается вот дальнейших действий, эта информация, куда передается, какие областы, там, штрафы, штрафы? Ну, дальнейшие действия ГИМС штрафуют владельца лодочной базы, на которой были найдены незрисимые плавсредства, и все, в принципе, на этом. Опять же, мы изначально говорили, что главная проблема взимания транспортного налога с водного транспорта состоит в том, что санкция за неуплату, либо не регистрацию, ну, за неуплату у всех одинаковые санкции, да, хоть до запрета выезда на зарубеж, но за не регистрацию того же самого средства санкция тысячи рублей. Это было на маяке? Да. А им сколько штраф? Честно, надо с другими все ответить. Все, спасибо.